Уважаемые коллеги, сегодняшняя тема нашей беседы – технические особенности выполнения эпидуральной блокады. На заставке изображены два предмета. Предлагаю подумать их предназначение и их отношение к теме сегодняшнего занятия. В конце вы получите ответ. Тот, кто угадал, мой низкий будет поклон в качестве награды и уважения. Аккуратность темы определяется тем, что эффекты выполнения эпидуральных блокад могут возникать до 40%, что приводит к снижению качества анестезии. Причина многих серьезных осложнений при проведении эпидуральной анестезии – непреднамеренная пункция твердой мозговой оболочки. Частота сложения, связанных с техникой пункции и катетеризации эпидуральной пространства, составляет до 6%. В основе возникновения дефектов выполнения, по мнению Овечкина, лежит недостаточная подготовленность по региональной анестезии при первичной специализации. В реализации нейроаксиальных блокад не существует мелочей. Нарушение правил ее выполнения на людом этапе может привести к осложнениям. Мы сознательно концентрируем внимание уважаемой аудитории на технических деталях исполнения эпидуральной блокады, пренебрежение которыми дает основу для развития наиболее тяжелых осложнений. Игла в реализации эпидуральной анестезии и возможного развития осложнений играет большую роль. Идеальной иглы нет. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Вне зависимости от выбранного типа иглы и доступа при пункции эпидурального пространства, необходимо руководствоваться принципом создания тугого ползучего инфильтрата при продвижении иглы. Каждому уровню пункции должна соответствовать своя конструкция иглой. Не используйте иглу ТОХИ на уровне от четвертого грудного и выше. Правильная установка иглы во фронтальной и сагитальной плоскостях – залог успешной пункции эпидурального пространства и основа профилактика осложнений. При серединном доступе продвижение иглы по верхнюю краю ниже лежащего остистого отростка, используя принцип тугого ползучего инфильтрата, создавая перед шприцом повышенное давление жидкости. Недопустимо вращение в эпидуральном пространстве иглы вокруг своей оси по двум основным причинам. Дистальная часть иглы представляет режущую поверхность, способную повредить ткани по развитию эффекта циркуля. И вторая – при вращении иглы вокруг своей оси, она всегда смещается относительно начальной точки локализации с уменьшением зоны безопасности. Помним всегда о зоне безопасности и допустимости продвижения иглы. Зона безопасности определяется расстоянием от вершины дистального среза иглы до внутреннего леска твердой мозговой полочки по линии пункции. Наличие графической модели введения иглы в эпидуральное пространство и понятийного аппарата зоны безопасности позволяет оценивать отдельные технические осложнения с единых позиций и этим давать объективную оценку возникающим осложнениям. Модель носит универсальный характер и позволяет использовать ее для оценки безопасности применения тех или иных игл при выполнении региональных блокад, внутрисосудистых пункций или решения других аналогичных задач. На этой рисунке схематически изображена зона безопасности, о которой мы говорим. Вот красной линией определяется зона безопасности. В данном случае здесь серединный доступ, иглой Краффорда поперечный разрез. Единичкой подразумевается наружный листок твердой мозговой оболочки, а двоечкой внутренний листок твердой мозговой оболочки, функция которой при проведении эпидуральной блокады крайне нежелательна. На верхнем формула расчета зоны безопасности при серединном доступе, на нижнем формула расчета зоны безопасности при парамедиальном доступе. Изменения зоны безопасности в зависимости от типа иглой изображены схематично на этом слайде. Расчеты, номограммы определения зон безопасности при работе иглой ТОХи, при пункции с серединным доступом определены вот на этих рисуночках. Мы видим слева, это пункция в поясничном отделе, в поясничном отделе, нижнегрудной и среднегрудной. Мы видим, что зона безопасности в нижнегрудном и среднегрудном отделах при работе с иглой ТОХи выше значительно, нежели при работе в поясничном отделе. Номограмма для определения величины зоны безопасности при парамедиальном доступе в нижнегрудном отделе. Надо помнить, что для повышения зоны безопасности необходимо использовать максимально краниальное направление иглы и больший калибр иглы. Мы помним, что чем больше калибр иглы, тем она тоньше. И срез у иглы большего калибра всегда будет меньше. А мы можем получить эпидуральную благату качественно только в том случае, если весь срез иглы прошел в эпидуральное пространство. Величина зоны безопасности на грудном и поясничных отделах, как вы видели, достаточно и достоверно больше при парамедиальном доступе по сравнению со среднегрудным. Сравнительный анализ роли факторов калибра иглы и угол пункции свидетельствует о более существенной роли влияния иглы пункции на величину зоны безопасности. При начале работы с проведением пункции эпидурального пространства надо настроиться на то, что нужно вырабатывать у себя так называемый внутренний эталон сравнения. Формировать этот внутренний эталон сравнения – это способность улавливать малейшие изменения давления при введении жидкости, создавая тугой ползущий инфильтрат. Вырабатывать у себя навыки введения жидкости из шприца с постоянной скоростью, прилагая давление большого пальца на шток шприца вдоль его центральной оси. Для начала, до начала всех манипуляций необходимо проверить сопротивление иглы и катетера при пробном введении как катетера, так и при пробном введении жидкости и зафиксировать это ощущение в своем мозгу, с тем, чтобы можно было с ним сравнивать все последующие ощущения, которые вы будете получать при реализации эпидуральной блокады. Воспроизведение внутреннего эталона перед пункцией эпидуральной пространства обязательно после длительного перерыва в практике отпуск, болезни или другие причины длительного недействия. И стандартизованные наборы способствуют исключению неудач и быстрейшему формированию внутреннего эталона. На данном слайде демонстрируется давление в инфильтрате, в тугом ползучем инфильтрате, который мы формируем перед кончиком иглы. Вот здесь изображено как бы классическое начало и проведение иглы в эпидуральной пространстве. Обратите внимание на вот эту линию. Левая часть и правая – это так называемая изолиния, давление которой мы должны прийти в эпидуральном пространстве. В том случае, если этого давления недостигаем, которое представлено на левой части изолинии, значит, мы не в эпидуральном пространстве. Поскольку эта кривулька писалась для демонстрации слушателям, то вот здесь было пробное прекращение формирования повышенного давления. И вот давление опустилось, естественно. Мы, когда палец снимаем со штока, давление опускается. Но оно, вот это остается остаточное давление, оно никогда не достигает уровня изолиния. Это контрольная, как бы, мера. Чистокола вот этих давлений показывает то давление, которое мы получаем перед проведением, перед внутренним кончиком иглы, при проведении ее в тканях. Вот большая часть, вот этот отрезок, это продвижение иглы в лигаментум интерспинале. Вот эта часть, это желтая связка, и самое последнее, это внутренний листок твердой, вру, наружный листок твердой мозговой оболочки. И при попадании в эпидуральное пространство резкое снижение давления в шприце, и игла дальше не продвигается. Вот это ощущение потери сопротивления, это вот классическое, то, что мы должны получить в пальцах руки, для того, чтобы быть уверенным, то был уверенным в том, что мы попали в эпидуральное пространство. Вот эти подъемы давления, это введение пробной контрольной дозы анестетика в эпидуральное пространство, и вы видите, буквально в течение, тут 3 мл введено, и буквально в течение 2 секунд, 3, давление практически пришло опять к изолении. То есть объем препарата, который мы вводим в эпидуральное пространство, пространство с целью достижения анестезии, как кровеременно подъем действия, и очень быстро нормализуется до обычных характерных цифр. На этом диапозитиве демонстрируются случаи уже при пункции эпидурального пространства у другого пациента. Вы видите, что на одном диапозитиве имеется два графика изменения давления при создании ползущего тугого инфильтрата. Слева придание игле необходимого положения оказалось не совсем удачным, и при движении иглы кончик ее встречается, бесконечное количество раз встречается либо с костными фрагментами, либо с очень плотной частью связочного аппарата у места прикрепления их к межкостистому отростку. И здесь вот мы видим, никак не пройти, давление не идет, и мы понимаем, что это не создается нужное давление. И вот если смотреть на вот эту часть, да, и вот здесь уровень исходного давления, и здесь, он не является неравен то давлению при начале пункции. Ну, исключаясь, потребовалось перекалывание на другом уровне, и вот здесь уже мы видим более удачное проведение вот этой пункции эпидурального пространства практически с классическим видом кривой, причем продвижение было очень быстрым, тут буквально несколько секунд, но тем не менее, вот характерное очень снижение давления, ощущение снижения давления в пальце, потеря сопротивления при попадании внутреннего просвета иголки в эпидуральное пространство. При продвижении иглы по связочному аппарату на пути к эпидуральному пространству игла может попасть неожиданно в некую пустоту, у которых существует достаточно часто попадается. Величина этой пустоты или кисты, которые встречаются на пути к эпидуральному пространству, могут быть разные по размерам, и, естественно, они с разной скоростью заполняются тем растором, который идет впереди шприца. при значительном величине вот этого пустоты пространства кисты в связочном аппарате может даже возникнуть представление, что мы попадаем в эпидуральное пространство. Но, в отличие от этого, мы при дальнейшей попытке введения жидкости видим, что в пальце мы ощущаем возрастающее сопротивление, пузырек воздуха, который находится в шприце, сжимается, а если мы попытаемся провести катетер, это не удастся сделать. И выход один пройти в эпидуральное пространство дальше, то есть мы заполняем новую порцию препарата, шприц, и продолжаем свое движение, создавая впереди шприца тугой ползущий инфильтрат до получения характерного для попадания в эпидуральное пространство. Вот то, что мы рассматривали немножко ранее. При начале нашей лекции мы вспоминали о том, что не рекомендуется вращение иглы при проведении в эпидуральное пространство. Это связано с тем, что игла при движении по связочному аппарату претерпевает определенные изменения, искривления. И в зависимости от того, насколько геометрия иглы изменяется от его стандартного величина. И при отклонении кончика иглы от центральной оси вертикальной происходит при вращении иглы эффект циркуля, который выражается в том, что за счет режущей кромки дистального отдела иглы высекается в проходящих тканях определенный объем ткани. Чем большее отклонение иглы от оси симметрии, тем большая площадь поражения ткани. И при вращении иглы всегда происходит смещение первоначального положения иглы с уменьшением зоны безопасности и с повышением риска непреднамеренной пункции субархоноидального пространства. Извините. На этой диаграмме показана площадь поражения при исполнении эффекта, при получении эффекта циркуля в зависимости от отклонения режущей кромки иглы от центральной оси. Здесь совершенно четко видно, что, например, при отклонении на 1 миллиметр поражения уже приближается к 4 квадратным миллиметрам. Это уже получается значительное отверстие. Естественно, чем больше отклоняется игла от своей центральной оси, тем зона поражения возрастает. вот эффект циркуля представлен в таком виде схемы. Видно, что при обычной игле, даже если она стоит и то синеньким цветом кружочек, это та зона, которая иссякается даже при нормальном положении иглы без изменения ее геометрии. Красным это при изменении геометрии отклонения в режущей кромочке иглы от центральной оси. Чем больше отклонения, тем больше получить поражение. При проведении попадания иглы в эпидуральное пространство достигнута основная задача, для чего устанавливается игла. Это возможность проведения катетера по внутреннему просвету иглы в эпидуральное пространство. Но здесь приведены макетные испытания действия влияния катетера на структуру эпидурального эксперимента пространства в эксперименте. Мы видим, что давление, оказываемое на твердой мозговой оболочке эпидуральным катетером при использовании иглы тухи ниже, при использовании иглы Краффорда. Вот эти две кривульки нижние это игла тухи, а две верхние красного и синего цвета. Это давление, которое создает катетер при продвижении его и соприкосновении его с внутренним листком твердой мозговой оболочки при разных уровнях пункции. Поясничном уровне пункции и при грудном. Следует отметить, что при грудном уровне пункции давление катетера на ткани меньше, нежели при поясничном уровне. Надо сказать, что большое значение в давлении, которое оказывает катетер на внутренние структуры, это могут быть и сосудики, это могут быть и твердые мозговые оболочки, внутренние листочки, твердые мозговые оболочки, зависит от материала изготовления катетера. Вот в случае, если мы используем катетер полиэфирблокамидного, его воздействие, сила воздействия на ткани статистически достоверно ниже, чем у катетера полиамидного. Вот это надо иметь в виду, потому что возможность повреждающей эффекта естественно изменяется в зависимости от того, какой катетер мы используем. И нужно подходить с этой знанием этого к проведению катетера. Надо сказать, что вот говоря о том, что любые мелочи играют большую роль в возможном возникновении технических осложнений, вот этот слайд показывает. Здесь вот показана верхняя кривая красного цвета. Это давление, которое оказывает катетер на твердую мозговую оболочку при антиконгурентном введении катетера и нижнего сиреннего цвета это при конгурентном введении, то есть когда катетер своими изгибами хорошо вписывается в контур, внутренний контур эпидуральной иглы. Здесь указывается частота осложнений в зависимости от катетеров типа катетера, который предлагается и вот надо обратить ваше внимание на вот этот катетер и вот это 10% возможность попадания эпидурального катетера в сосуд портекс за 10% и ниже. Вот это цифры которые потенциально говорят о возможном образовании узла в эпидуральной пространстве той частоты в которой может образоваться узел из катетер в эпидуральном пространстве. Максимальное давление мы уже рассмотрели, поэтому пропускаем этот слайдик, это не так интересно. А теперь вот давайте остановимся на теме образования узла образования при проведении катетера в эпидуральном пространстве. Формально представлены цифры это составляет 10-тысячные процента, 15-10-тысячных процента от проведенных анестезий. Большинство, нужно помнить, что вот эти проценты, которые здесь приводятся, это процент извлеченных узлов, полученных в виде узла. Узлом называется замкнута, закрытая петля с обносом, которая затянута. Вот затянута закрытая петля, вот тогда получается узел. Когда мы говорим о том, что катетер попадает и повреждает сосудики с той или иной частотой, это говорит о том, что катетер преодолевает и уже создается первый этап образования узла, открытая узла. То есть, когда катетер попадает в сосуд, он фиксируется в этом сосуде и создает условия при приложении продольных усилий со стороны врача к образованию петли. Поэтому реально возможность образования петли значительно больше, чем вот это 15 тысяч процента. Естественно, что если образуется узел, его иногда не удается извлекать, приходится извлекать оперативным путем. При этом отсутствуют данные в литературе влияние материала эпидурального катетера, скорость излечения катетера, конструкции применяемой иглы и в частоте образования узлов. Вот здесь вот этот узел, это тот, который мне посчастливилось получить при результате собственных манипуляций. Для того, чтобы увидеть этот узел в очи, мне пришлось ждать 18 лет ежедневной работы с пиридуральными блокадами. Следующие узлы, это уже исполнители другие товарищи. Мне ждало появления этих узлов 31 год. Обращаю ваше внимание на вот эту деталь, обратить внимание, что петля сжата, катетер сломлен. Вот этот левый катетер кончился тем, что автору удалось излечь его обычным путем консервативным. Правый катетер получился узел, который изображен на правом снимке, получился у того же автора, но закончился печально излечь этот узел не удалось и он оборвался. Женщина была излечена плод методом кесаря сечения. Женщина прооперирована в институте скорой помощи, извлечена этот узел. Но вот то, что я уже упоминал, вот этот узел представляет собой закрытую петлю, затянутую закрытую петлю. он значительно больше по размерам и этот и этот узлы значительно больше по размерам, нежели вот этот маленький. Вот все узлы, которые образуются в бедуральном пространстве, относятся к так называемым простым узлам. Эти простые узлы имеют на наше счастье определенные особенности. Во-первых, у них есть склонность к саморазвязыванию, быстрая потеря скрепляющих свойств скольжения узла, резкое снижение, снижается прочность эпидурального катетера при затягивании простого узла, и это место обрелось. Простой узел самый маленький из существующих. Попробуем разобраться о том, как формируется узел, простой узел формируется. Значит, первый – формирование открытой петли. Вот эта открытая петля может быть сформирована только в том случае, если дистальный конец катетера встретил на своем пути препятствие тогда внешнее продольное действие руки человека на катетер приводит к дальнейшему смещению этого катетера и образованию открытой петли. Если в этом месте, где произошла блокада фиксация этого внутреннего конца катетера не прекратилась, а продолжается, тогда под влиянием внешней силы идет дальнейшее движение катетера и формирование закрытой петли. И в случае, если идет дальнейшее продвижение приложения внешней силы, врач не уловил тех изменений ощущений, которые мы говорили о необходимости выработки при внутреннем эталоне сравнения. может вот этот бестальный конец войти в просвет закрытой петли и вот уже вот эта часть закрытой петля с обносом так называемым уже создает предпосылки для того, чтобы мы пали жертвой вот это образование узла, которого невозможно извлечь. Что следует отметить? Надо всегда помнить, что помимо прямых усилий, которые прилагает врач к катетеру, сам катетер обладает пружинящими свойствами в силу того материала, из которого он изготовлен. И поэтому любые продвижения это могут как это может внутренний конец повести себя за счет пружинящих свойств самым необычным способом. Вот в данном случае образовалась закрытая петля с обносом. И следующий этап. Коль скоро вот так получилось, что все катетеры, которые узлы, которые я вам продемонстрировал, это сигналом к тому, чтобы обратили внимание, послужило появление крови во внутреннем просвете иглы. и тогда возникает ситуация, что делать? Вот если появилась кровь и вы даже не сомневаетесь, что вроде катетера правильно стоит, единственным правильным решением является удаление катетера слив, в просвете его появилась кровь. И вот тогда мы, когда стоит вопрос об удалении, сам узел не затягивается, он затягивается только за счет того, что врач или человек, который извлекает узел, прилагает усилия к вытяжению только этого. и когда вот этот сформировавшийся закрытая петля соприкасается с наружным листком твердой мозговой оболочки и желтой связочкой, происходит затягивание петли. Но вот поэтому удаление катетера, мне кажется, необходимо все-таки производить врачу, который желательно производил эту установку его. Почему? Потому что они перепоручают по завершении анестезии не перепоручают это к анестезистке. И здесь что может произойти? Вот первый вариант, левый вариант, тот первый узел, который я показывал, первое клиническое наблюдение, простой узел, он просто затянулся в силу того, что он маленький, и того, что катетер применялся с хорошими механическими качествами, его удалось излечь. А во втором случае, когда катетер не удалось излечь, произошел залом петель, и по величине он оказался очень большим, и невозможность его было извлекать при консервативном способе излечения. при проведении катетеризации эпидуральных простанств существует опыт показывает, практика показывает, что существует совершенно случайное обнаружение вот этих петель, открытых, закрытых петель, если происходило контрастное исследование катетеров, просто с определенной целью, с научной целью проходило исследование, находили образовавшиеся петли. Таким образом, как нам кажется, существует реальное увеличение числа создающихся вот этих узлов, которые мы назвали абортивными, которые создаются, но в силу того, что при правильном излечении, аккуратном излечении катетера, они соскальзывают и развязываются. Такой вариант возможен. Это одна из особенностей простых узлов. Грамотное излечение катетера предотвращает отрыв катетера и подразумевает медленное излечение его под визуальным контролем наружной части катетера и внутреннего эталона сопротивления. Возрастающее сопротивление при излечении эпидурального катетера требует приостановки активных манипуляций с катетером и осмысления причины возникших ситуаций. мы проводили исследования влияния материала катетера длины его ходового конца и скорости излечения на образование узлов. Оказалось, что скорость затягивания узлов полиамидного и полиэфирблок амидного катетера возрастает с возрастанием скорости излечения. То есть, чем больше скорость излечения катетера, тем больше возможность затягивания узлов. Частостая развязывания образовавшегося узлов достоверно выше у полиэфирблок амидного катетера по сравнению с полиамидным. К сожалению, полиэфирблок амидный катетер входит в наборы, которые значительно дороже. И в практической жизни мы ими реже пользуемся. Мы пользуемся в связи с меньшей стоимостью катетерами полиамидными. Они, к сожалению, обладают худшими в этом плане свойствами и скорее провоцируют образование катетеров, затягивание их. Частота развязывания узлов из полиэфирблок амидных катетеров достоверно возрастает при снижении скорости излечения эпидурального катетера. И с увеличением длины катетера вводимого эпидурального пространства частота узла образования и его затягивание увеличивается при использовании любого типа катетера. поэтому крайне нежелательно заводить катетер больше чем на 5 сантиметров в эпидуральное пространство. Ну тут представлены различные способы диагностики внутри сосудистого расположения катетера. Первые два в реальной жизни практически не применяются. Очень широкое распространение клиническое имеет аспирационный пропад до, во время и после каждой инъекции. Медленное введение местной анестетики визуально контроль состояния катетера появления крови. Надо помнить, что катетер наполнения его кровью при попадании в сосуд эпидурального пространства происходит очень медленно. Поэтому это значительно несколько секунд проходит с момента появления крови. А расстояние нужно пройти большой. Ведь катетер для того, чтобы попало эпидуральное пространство только за счет зависит от расстояния от кожи до эпидурального пространства. Это составляет не меньше 4-5 сантиметров. Поэтому ждать появления крови нужно несколько секунд. Если не доверяться тому, что вы вели катетер крови, не знаете, все хорошо, попробуйте, отсосите, активно аспирируйте кровь, тогда или попытаться аспирировать кровь, тогда у нас более достоверные результаты. Рамфелл, при всем нашем уважении к нему, для предупреждения непреднамеренно вытягивания катетера вместе с иглой рекомендует такую процедуру, как осторожного проталкивания навстречу медленно извлекаемой игле. Этот совет совершенно недопустим. Совершенно недопустим. Связано это с тем, что нужно помнить о том, сколько усилий мы приложили к тому, чтобы катетер занял правильную позицию в эпидуральном пространстве, и поэтому имея в руках, имея визуальные эти результаты, нахождение катетера в нужном месте и в нужном количестве на определенном уровне, мы должны обязательно фиксировать эту локализацию катетера на том уровне, на котором мы его поставили. И поэтому при извлечении иглы мы в первую очередь должны фиксировать катетер. Для этого рука, тыльность, поверхность кисти должна быть установлена, уложена на кожу спины и между большим и указательным пальцем левой руки, как правило, мы фиксируем катетер на расстоянии 5-7 миллиметров от павильона иглы. Как здесь показано. Здесь немножко, наверное, побыше расстояние. И зафиксировав катетер в этом положении, второй рукой, правой в данном случае, мы надвигаем иглу на катетер. И когда этот павильончик приблизится до наших пальцев, тогда мы передвигаем пальцы по катетеру, опять отмеряем эту 5-7 миллиметров и надвигаем. Таким образом, зачастую, вот, извлечение катетер, иглы из эпидурального пространства занимает больше времени, нежели проведение эпидурального пространства от самой иглы. Но этот момент очень важен. При одновременном движении иглы и катетера настречащие друг к другу, катетер значительно заходит на большее расстояние в эпидуральное пространство и наше достижение по постановке оказывается ненужным, бессмысленным, потому что мы все порушили в последний момент. Здесь представлены катетер, изображена катетеризация эпидурального пространства на правом снимке. Он практически, я говорю это потому, что вижу, поскольку рассматривал этот рентгенограмм очень это, вот создание под этой петли, открытой петли вокруг, петли, случайная находка просто, но она как бы не видна, не будем останавливаться. и мы приближаемся к завершению беседы. В заключении хочется сказать, что использование принципа тугого ползущего инфильтрата при пункции эпидурального пространства позволяет повысить безопасность ее проведения. зона безопасности позволяет оценивать отдельные технические осложнения с единых позиций и этим давать объективную оценку возникающим осложнениям. Полиэфир блокобидный катетер с позиции возможного узла образования более безопасен в сравнении с полиамидным. Максимально медленное и плавное излечение эпидурального катетера резко снижает весомость вероятность узла образования и отрыва эпидурального катетера, а при затягивании повышает извлекаемость узла консервативным способом. Водить эпидуральный катетер следует на глубину не более 5 сантиметров. При появлении деформации истончения эпидурального катетера или болевого синдрома необходимо прекратить извлечение катетера, зафиксировать его на теле пациента с соблюдением принципов асептики и антисептики, провести лучевую диагностику местонахождения узла и консультация нейрохирурга для определения дальнейшей тактики. В заключение остается 30 секунд. Я хочу сказать, что спиртовка связана, демонстрация спиртовка связана с тем, что мое поколение анестезиологов работало с дикаином, который не терпел стерилизацию. Растворы дикаина приготовились асептично, быстро разрушались очень, и для того, чтобы увеличить срок эпидуральной анестезии, этот раствор анестезиологами готовилось при наличии навески и нужного количества жидкости в соответствующей таре, пузырьке, на спиртовочке. Эта спиртовка была обязательным атрибутом анестезиологического стола. Ну, а второе, спиртовка заполняется основным препаратом, который рекомендуется при проведении нейроаксиальных блокад для обработки кожи. Кожи. Ну, а второе, записная книжка. Все наблюдения записывайте, потому что это создает возможность не потерять очень интересные наблюдения и позволяет анализировать, потому что в текучке ежедневных дел, когда проходит за день ни одна эпидуральная блокада и ни одно обезболивание, к сожалению, мы теряем важную информацию. Спасибо, благодарю за внимание и на удачи вам, узел счастья. Продолжение следует... Продолжение следует...